Субтитры сделал DimaTorzok Не намерены медленно разыгрывать Особенно Dark Horse, который даже Под мост жален, но странно Почему не вместе, почему не за руку с тиммейтами А все как-то там по одному Шанс большой на закидан Ну, пока что еще 2 в 3, может быть, спасут этот раунд Но действительно, выход на рассинхроне Был в исполнении команды Dark Horse Да и вопрос, надо ли оно было им Может быть, первый раунд пытались как-то Удивить команду Five Elements Мало, те будут не готовы к такой агрессии Не сказать то, что 5E были супер готовы К этому приему, но в любом случае Численное преимущество для себя заработали Сейчас самое главное, чтобы сработали вместе Бешанс еще закрыл миража, так что Тимоха 1 против троих Если позволят ему раззонить эту игру И позволят выйти на перестрелки 1 в 1 То Тимоха вполне в состоянии спасти этот раунд Перемещение под B-Plant Вейк уже выходит через мид, Бешанс вместе с 505 Через мост и B-Plant в теории Открыт и можно ставить Тимоха об этом сам догадывается И он уже играет на перемычке Скорее всего, стычка будет против 505 Тимоха выход на контакт И есть минусы, и есть траун Первый на счету Five Elements Имеется Ехали далее Да, ребят, вся музыка в паблике On Air На моей страничке Кто интересует, вы хотите смотреть? Итак, ХЕ-шки Ну и пока рассредоточились игроки Five Elements Если вы так вот посмотрите по мини-карте Или вот так вот даже можем, почему бы нет Хотели найти минус? Нашли Окей, сейчас идут под бету В доме Эдмайр в домике Опа Тени, говорит, вижу Если вижу, то убиваю А если не смотрю спину То погибаю Звучит, знаете, как загадка Отгадайте, кто это Это Эдмайр на мосту Ответ заранее Ну, неплохо, неплохо Поехали дальше Это Вот в стиле старых загадок Про елочку там Или что-то такое Про сосны Про какие-то там деревья Реврайт Последний Ну и пока можно резюмировать О проблемах У Драгхорсов Из того, что мы видим Потому что это второй раунд Но опять же Да, это лишь только там Первый, разминочный Посмотрел туда Посмотрел обратно Не посмотрел в спину Погиб Кстати, это два раза в этом раунде уже Ну, такие таймеры Не знаю, Реврайт ожидал И мог вполне там Увидеть соперника Выходящего с восьмерки Ну, не срослось А пока это 2-0 Ну и команда Five Elements, кажется Будет сохранять Подобный темп игры У них довольно удачно Заходит агрессия И удается открывать В принципе Любую позицию Которую они для себя Выбирают Раскидываются гранаты На мост Они попытались Зазонить первый тайминг Выхода Мираж, возможно Как-то будет сопротивляться Но кажется, что его задача Принимать уже непосредственно На выходе в сторону Б-планта Нежели Как-то законтрить В целом проход От команды Five Elements Разбиваются стекла Это лишнее доказательство Для команды Five Elements То, что соперники Есть под домом Сами начинают руинить Эти стекла И плюсом ко всему Эдмайер на смещении Под Б-плентом Но кажется, что от Миража Не было информации О проходе Поэтому Эдмайер Разворачивается в мид На укрепление Б-плента От Дарк Хорсов Все-таки присутствует И как бы там ни было Команда Five Elements Сначала прошли через мост Оставили здесь Одного 505 Отошли под ноль И теперь делают В принципе Рокировку по направлению А-плента Боковая будет задействована Плюсом выход через Т-шку В принципе Все как деды завещали Но на ноле Сейчас отыгрывает загар Который в принципе Может подключиться К игре через винты И помочь своей команде Выйти в А-плент Раскидываются Хаешки Раскидываются смоки Сейчас очень много внимания Отдается именно По направлению А-плента И также очень много Осколочных тратится Загар пойдет через винт Но здесь его будет принимать Реврайт Это будет первый контакт Реврайт его выигрывает Ну а далее Атака через боковую Плюсом через Т-шку Тоже неуспешно От Спарса и Тимохи Еще по фрагу Бешанс вынужден отступать 505-й под Б-плентом Также терпит фиаско И остается один Бешанс против Раз Сделал насечку На оружие Первого закрыл Будет ли он вообще Пытаться сейчас Давить кого-то дальше Или оставшееся время То небольшое Использовать на обсуждение Следующего раунда Ну просто без шанса может Мне кажется Здесь он Или конечно Вот это Нет Не в этот раз Ну и То о чем я говорил С два раунда Как бы Ну то Забыли Можно сказать Условно Потому что Расчетлили сейчас Дарккорсы И Начинать что-то свое Бэдмэр На нуле Я не уверен Что там заметил Потому что соперник Весьма Быстро Перемещался На мосту Опять же Юзает сейчас Мираж Возможность Не бака фич Как говорится Да Опа Движется Бэтмен Бэтмен Потому что День Кстати у меня есть Один рофил На тему Бэтмена Но тут Пока не Не кстати Потому что Ситуации такой нет Снова что-то Похоже Кстати Что и показали Да Посмотрим Сейчас Эдмэр Будет принимать Как раз таки Выход с моста Где уже идет 505 Вместе с Бешансом Ну и Дэнни Возможно Стоит Попробовать Направить Ситуацию С чердака Чтобы немного Отвлечь Внимание Этого же Эдмэра Перемещение В мид Должно проходить Но загар Пока что В ожидании Может быть Готовится Принимать Аркаду От реврайта Через винты Что-то Он на нем Знает Поскольку У него Была уже Неприятная Практика Под винтами Он понимает Что соперник Играет На поджимах Эдмэр Попытался Принять Не получилось Меняет Позиционку Теперь с газировки Будет принимать Откидывается Смог И атак Продолжает Задерживать Немного Свои тайминги Возможно Пытается Сыграть На какой-то Open Но у обороны Уже должна Быть картина По перемещению Но с другой стороны Это только Остаточная Информация По одному По двоим Оппонентам От 505 Минус Ведмайра Дэнни Выходит Через дом Но все-таки Миража Перестрелять Ему не удается Загар Продолжает Отыгрывать От ноля Ну а Вейкич Напрягает Теперь ситуацию Под аплентом Но там же Тимоха На приеме И у Тимохи Информация Вот-вот появится Она уже появилась Тимоха Закрывает соперника Бэплент Вроде как Открыт Но там Продолжает Играть Мираж Который Явно Мешается Плюсом Ко всему Погибает Еще и Загар Который Был единственным Саппортом В Миду Но и Бесшанс Вместе с 505 Сейчас вынуждены Еще затянуть Траун Для того Чтобы попробовать Поиграть На какие-то Размены Но времени У них Колоссально Мало Если сейчас Дают два минуса В Миду Могут Заходить И ставить Вот как раз Эти два фрага Ну а теперь Уже 100% Надо бежать На установку Клэнта Откидывается Хаешка Спарс ее Конечно Заивэдит А это Итоп Был Смоук Окей У Спарса 44% Бомба Установлена Но и Тимоха Со Спарсом Бритей Смоха Через мид Спарс На широкой Инфа По нему Есть Но есть На информации Да 100% По тематике Есть инфа Бешанс Очень агрессивно Но результативно Есть пачка И два в одного Пытался Разбить бочку Разбили тебя Неприятно Ну Кимити пытался Защититься От того Что могло Произойти Правда Не произошло Но Здесь Такая вот Беда На самом деле Пока Они со стыковочкой Все таки Закрепились Ну условно Может так это назвать 5 elements Потому что Третий раунд Уже За ними Ехали дальше Снова под мост И снова Второе По всей веримости Мираж Будет ли встречать их Ну и Нет Будет смотреть снова На тени Так Ну здесь Пока все окей Ну Даня Он одного Видит Информация пошла У нас да Тени не видны Но опять же Ребята Мы это говорим О том Что у нас В режиме наблюдателя Иначе Выглядится У меня тени на ультра Выключены Выключены Сейчас бы такие ребята Скажут Ну так правильно У тебя тени это нет Потому что выключены Ты лет Включай Алло Но опять через мост На 5 под Б Не исключено Что Должны будут Подключать игру Через мид В этот раз Как-то Что направление Аплента Ну одного Игрока Ладно Это как раз таки Загар С 15 хп И он может Поиграть роль Тулового игрока Или в принципе Понапрягать Аплент в соло Но дальше Играть через мид Параллельно Все таки нужно Выходить через мост Без поддержки Меда Колоссально сложно Вейк пытается Еще поквитаться С реврайтом Закидывает хаешку Вылетает на перестрелку И все таки Свой минус Он находит Но теперь в мид Летит еще и Эдмайер Эдмайер выигрывает Эту перестрелку Крайне битые игроки Команды Пайфелеменс Надо принимать решение Здесь и сейчас Заход на катушки Дэнни открывается На перестрелку Под широку Ему помогает Без шансов Вот со спарсом Уже никто не поможет Есть минус Все таки от Дэнни И перемещение Теперь в широкую Дэнни там просто Казнит в соло Одного за другим Ну и в 505 И с широкой Открывается на перемычку Видит тимоху Срезает его в секунду И для команды Пайфелеменс Это уже 4-1 Да И шансы взять Эту сторону Прям очень хорошо На самом деле 5-1 Звучит приятно Да и решили Сейчас Дарккорсы С мыслями Мост проходят Давай-ка им Дадим агрессию Дали М1 рейдж Ака серёня Ака убивца Вместе со своим другом Вышли на мост Забрали соперника 4 в 5 Сидит кстати Хорошо Я почему посмотрел Потому что могло Тельце в дно быть Коленушка Но не вылазит Опять же Хороший момент Ребята Примечательен он тем Что человек позаботился О том Чтобы его не было видно С той стороны Такие вот дела Это просто микро моментики Снова и снова Выход туда Пытаются организовать Игроки Пайфелеменс Раскидываются Хаешки Выход сплитом Тоже намеревались Возможно Потому что Даня на дэшке Дур рэди Ну и 2 игрока на винтах Но винты не работают Сейчас Лишь только один Даня напрягает Позиции Порю у него Тут порядочный Игроков Ему хватит Так скажем Тут Тимоха В позиции Достаточно неплохой Но Дэнни явно Норовит Соло сыграть Да Но он пытался Там открыться Но Тимоха Его переиграл Так что Это 5 в 3 Ситуация И надо уже Принимать решение По атаке Времени Остается совсем мало Но Оно пока что Еще в запасе Есть Навряд ли Конечно С фейками Удастся Поиграться Здесь как-то Но в любом случае Через мид Заход винты Здесь же Вейк открывается На перестрелку Минус адмайер Правда При этом Покипает еще и загар Да винты Напрягают ситуацию Но при этом Напрягать ситуацию Через боковую Через Тэшку В принципе некому Бешан соступает Назад Вынужденная мера Ну и возможно Вейк тоже отойдет Делает регрупп Теперь по направлению Б плента Но это значит Заходить довольно быстро И в целом Не чекая какие-либо позиции А значит Повышается риск Выход от бешанса С Тэшки Он закрывает спарса И может попробовать Подсаппортить тиммейту При выходе через винты Открывается под бетон Сразу же Там не заметил Миража Но он его Определенно слышит Пытался додушить Не получается Вейк заходит на перемычку Где проигрывает Реврайту Так что раунд В пульс команды Дарфлот Спасти отчаянно пытались Но не удалось Кажется что Немного прытья не хватает Команде 5 Elements У них и до этого Были пограничные раунды Супер пограничные Где просто спасали На волоске И сыграть где-то вместе В динамике Кажется что можно Тот же самый мост Плюс мид подключить Но у них мост проходит А мид остается в статике Рейк в разменье Есть же 4 в 4 Но тут опять же Кстати информация Я так понимаю По мосту получена Мираж Отошел Я просто на чайтик отвлекся Небольшой раун Об этом позже Так Ну и вся инфа Только по быте идет Я просто посмотрел Сейчас игроков в альфе Да и они перемещаются На самом деле Это ключевая тоже штука Да вот и Тимоха Задумался о том Что мало ли за мануха Кто-то пойдет по да Все это возможно Слышал Рейк Перетяжку от Тимохи Он его закрывать И выходит Спокойно Но и здесь Убив последнего Забирать Покорую Уверенная игра На атаке Для Вайпеременс Боржу Покорую К смене сторон Там просто Ливинграунд Писал о том Что Все нормально То есть в чатике Каждый о чем там Хочет Говорит Тудым-сюдым Вот И Ливинграунд пишет Хочу брикос Это было просто похоже На то Что знаете Ну так Вот я Почему говорил Рофел Ибо У женщин Беременных Они вот Бац Переключают И вот Не знаю Хочу картошку Когда Я допустим Не ест вообще Или что-то такое И вот Ну мне просто Почему-то схожим Оказалось Это все дело Я вот и написал То что выглядело И я написал Как будто бы Сейчас зима А куда С таким запросом Ну и мне тут говорят Уже весна Двенадцатый день Весны идет Омагат Ну да Получается так Всех с двенадцатым днем Весны Вот так вот Праздник у нас Закинуты гранаты И Эдмайр уже Выходит на контакт Он закрывает Загара И неприятное начало Для команды Пайфелик Продолжает отыгрывать Аккуратно Под позициями Аплента Закидываются смоки Закидываются осколочные Но выхода Как такового нет Не исключено Что Б плент Они могут перевернуть Как вектор атаки Но с учетом Прохода через винты Плюсом игра Тэшки и боковой Можно попробовать И размять аплент Почему бы и нет Самое главное Сделать это вместе И не выходить На какие-то распики Поодиночке Ну и кажется Так и будет Уже Тэшка и боковая Готовятся Откинут смок Сейчас на боковую Возможно он как-то Еще сдерживает спарса Но если он сам Подкинет еще немного Смоков То свободно Сможет пройти Под бетон И при этом Двойка ему навряд ли Помешает Реврайт Аккуратно На страйфах Чекает бомб сайт Информация по Дэни Возможно присутствует Но тут губа звуковая А вот теперь уже И визуальный контакт Имеется Закидываются хаешки Дэни пытается выжить Но он находится Только один минус Реврайт Эдмайрон фраги И аплент все-таки открыт Идет смещение в пятерку От без шанса Он еще попытается хаешками Как-то зонировать Бомб сайт Мираж открывается Очень опасно И проигрывает все-таки Эту перестрелку И это два в два Не сказать то Что какие-то суперфловые Игроки у команды Five Elements Но по хп 505 Как минимум Превосходит и Тимоху И Эдмайра Но массовые Массы Могут попробовать Раздавить 505 Он знал Что соперник Находится в пленту Но позволил поставить Теперь аккуратно Проходит с двойки И скорее всего Будет дожидаться тиммейта Бешанс возможно Пойдет на деф-бомбы Ну а 505 И прикрывает Эдмайр делает Какой-то дикий Майндгеймс И теперь идет На смещение через винты Где его явно Вообще никто не ожидает Времени очень много Потрачено Но потрачено Не зазря С двойки Выход на контакт Эдмайр Эдмайр сейчас Все козыри Будет раскрывать Есть минус раз И будет ли минус два Открывается Пока что от без шанса И накрывает своего оппонента Эдмайр молодец Очень хороший раунд Да Хорош Несомненно Единственное что Вот Ну можно было подумать О том А чего не подержал-то Но с другой стороны Соперник бы После нашей ватэшки Велик шанс Обернулся бы на двойку То есть как-то вот так вот Но в любом случае Просто опять же да Отсуждать этот момент Можно было бы Ничего страшного В том что И хороший момент Тоже разбирать Почему бы нет Хороший моментик себе Запоминать Записывать голову Так вот Куда попегут сейчас Это похоже Вот иное что На Аплэнд Вот здесь качка под реврайта Неприятное начало Для атаки Может Эдмайр сейчас Поменяет ситуацию Для тиммейтов Пройдя на контрле Какого-нибудь Под бета Под восьмерку И выход дальше На бету Разминать соперника Чтобы Так же Напрягать обстановку Чтобы у них было Больше проблем Но тут Эдмайр Выключают шансы На перетяг Под бету Не то чтобы Закрывается Но понижается Успешность Выполнения Вообще С операцией Тут еще и Хоронят Тимофу На боковое Спарс погибает Остался один Мираж Вот так вот Ну вот она Агрессия Даже не то чтобы Агрессия А более вольный Стиль игры Для команды Five Elements Я до этого Говорил И еще наверное Несколько раз Повторюсь То что Если у вас есть Игроки Которые Определенно Чувствуют Физическую силу Превосходство Над соперником Нельзя Их Закрывать Чем больше Они сидят Чем больше Вы им запрещаете Тем больше Они начинают Чахнуть И не выполнять Своей роли Вейк сегодня Определенно На подъеме Мы с вами Видели И на ходе Первой половины Да и в принципе Даже в первом матче То что парень Чувствует себя Превосходно Но ему надо Позволить Сыграть агрессивно И просто Подсаппортить Под него И игра Совершенно будет В другом формате Здесь Вейк соло Пророжал Тэшку Соло Пророжал Боковую И в принципе Нашел еще Три кила Для команды Дэнни может Делать то же самое Если его Не закрывать На данный момент Я не говорю Что он должен Играть постоянно В аркаде Но периодически Позволить ему Выйти чекнуть Проявить агрессию Определенно Стоит И он принесет Свои плоды Закидываются Хаешки Смоки Под Аплент Опять же Пытаются зонить Двойку Но выхода Так и нет Даркхорсов Может быть Они сейчас Перестроятся Под Б плен С учетом того Что двое Под мостом Двое сейчас В районе винтов И Тимоха Один в Тэшке Винты выйдут Сугубо Понапрягает ситуацию Если не погибнут Будут большими молодцами И в дальнейшем Присоединятся К атаке Под Б Так а там На мост Выход 2 И как минимум Замечает Без шанса Инхует Тиммейтам 505 Пока что занят Помочь не может Перезвоните позже Вот так вот Звучать его может Автоответчик Why not Ну К слову В наши года Да уже Автоответчик Стал бессмысленен Просто раньше Реально можно было записать Да его что-то такое было Баловались Левые ребята Автоответчиком Записывая туда Свои обращения Так Спарас Выход на дорогу Перестрелка против Без шанса Хотелось бы Конечно ему цепануть Но здесь нужны По-хорошему хаешки Какие-то вот Есть она Загар Каким-то образом Выжил Но там хаешка Походу Прям под лестницу Заползла А если ты не видишь хаешку Она тебя не трогает Таков путь По инланке На 2 в 4 И бета удалась В принципе Сейчас ребятам Ну и Тимох Сейчас еще и за спину выйдет Поэтому Ну Тучи сгущаются На 5 элемент Есть фраг И загара Тоже заберут Походу 9 кп Его окружают Есть фраг Есть раунд Для Даркхорса Спрашивали Адресовывая нам Сообщением Илья Макс А че не на ютубе Но Там были свои проблемы С тем что Если эфиры дропаются То это новая ссылка Соответственно Ее нужно по-новому Размещать А флдить не хочется Вот А уведомление Сразу же так не разойдется То есть Как-то оно Неудобно На тот момент Оно Было вот На таком уровне Что Та Пойдем на твич Пойдем Там лучше Там не дропается А если вдруг Дропнулась Так тут же и появилось На этом же Канаре И переходить Никуда не нужно С этим связано Наше здесь нахождение Ну и в принципе Твич более стабильная Платформа Для стриминга Которая предоставляет Довольно обширный Объем статистики Которая позволяет нам Двигаться В правильном направлении И делать Своего рода Правильные выводы Но На данный момент Команда Даркхорс Делает правильные выводы Для себя Есть минус по загару Но вот Дэнни с этим Не согласен Закрывает Тимоку И Бэплэнд уже открыт Дмайерс сейчас находится Под плентом И ставит Причем в наглую Ставит Слышит вокруг оппонентов Но все равно ставит От реврайта Есть минус Погибает Вейк И кажется что команда Занужные мембры Посмотрела на пришанс Вспомнил Нарзов Если вы на трансляции Предуете привет Команда 5 элементов Сейчас немного Потеряли свое русло игры Есть смысл Выйти в лобби Посидеть и поговорить Между собой От реврайта И спарсов по минусу 500 кадров Пытается перевернуть Заходит через узкую Но там же его и расстреливают Еще один раунд Для команды И мы вышли в лобби И Будут 5 элементов думать А я забайтил всех голодных В чатике Когда говорил про Левинграунда Который хочет абрикос Говорит Какая я женщина Ха-ха Ну просто хочу Ну реально хочу абрикос Ну так понятное дело Тут у всех бывает Срывают резьбу И ты такой Блин Сейчас бы Дошвь заточил А потом просто Это уже не то Не то? Нет Иногда Дошвь опросит Так вот В том то и дело То что я Захотел Мы когда тут В наши выходные С товарищами Выезжали на шашлыки Я в магазине увидел И я такой Не ел лет 200 Хочу Взял Заварил А оно не то Не то Брал вроде как В смысле зеленый Ну ты если брал Дошвь Ну там Ну там разные цвета Зеленый Красный Оранжевый есть Я с курицей брал Я цвета не рассматривал Не различаешь Я не говорил про это Не ну смотря какой То есть там брал Какой-нибудь бигбончик Там у них Ну по другому просто Вот если вот Самый Нет я говорю Конкретно за Доширак А ну Значит не против Не в смысле Дошик в общей сумме Про все Лапши быстрого Приготовления Я про Доширак Да я тоже про Доширак Говорю у него Что цвета вот на этих Коробанках Ну окей Но суть да ясна С курицей в общем И не то Не то как раньше Нет такого аромата Нет такого вкуса Вода может быть невкусная Шаришь Ребята рассказываю тему У бабушки недавно День рождения было Недавно Это вчера Вот Был в гостях Соответственно Голодным от бабули Никогда не уходишь Соответственно Это все знают Вот Просто суть такая Сидим пьем чай Я такой А вообще что это Такой вкусный Маме говорю Ты это Попробуй У нас даже вода Не такая Ну понятно И фишка то в чем Так просто вода Из родника идет Ну и вот Оно различие Но бабушка Когда меня услышала Когда у меня спросил За воду Она так рассмеялась Говорит Тебе то в твои годы Спрашивать вот за такое Или что-то Начинает Ну вот это Это что-то такое Ну мне 25 уже Я не знаю Я интересуюсь Какой-то темой Когда Ну профитно Вода вкуснее Соответственно Вся остальная еда И ваш чай И ваш кофе И пельминтосы Сваренные в этой еде Тема актуальна Ребят Ну у кого есть Родина Сваренные в этой еде Ты сказал И пельминтосы Сваренные в этой еде Води Води Ну это был Социальный эксперимент Снова И ты его прошел Слишком много В последнее время У нас социальных Экспериментов Тренирую Красавчик Слушай Здесь Даркхорсы Тренируют Только непонятно Кого Себя или Нервы команды Five Elements Минута позади И в принципе Единственное что Это Эдмайер Который на боковой Там смоки в тэшку Что-то в этом роде Но тишина полнейшая Уже практически Полторы минуты Позади И Даркхорсы Все равно не выходят Супер медленный Раунд Показывает Но Дарки Понимают То что им Здесь уже Ошибаться Ни в коем случае Нельзя Вот от слова Совсем Никогда И ни разу Один раз Ошибаются И в принципе Не то чтобы Карты теряют Но в ничью Максимум на что Могут рассчитывать Очень хорошо Раскидали Аплент Но при этом Меняют свое направление И Вейк сейчас Под нолем Собирает Как раз таки Всю информацию Да он закинул Там хаешку Оставил Рыдового реврайта Плюс Мэдмайер Получил Свою порцию Дамага Но информация У команды 5 элементов Об отступлении Соперника Определенно Присутствует Загар Сейчас в пленту На пятерке Отыгрывает 505 И атака Возвращается К своим исходным Позициям Две минуты Тратят Дарккорсы На то Чтобы исполнить Этот раунд Но могут Попросту Не успеть Выход на Загар Загар Находит свой минус Еще и выживает Но Спарс При этом Закрывает 505 И на хаешке Реврайта Подрывается Загар Остается Бешанс В гордом одиночестве Играет через позиции Двойки Информация по нему На данный момент Отсутствует А вот теперь Она обновилась Бешанс берет Даблкил В считанные секунды И появилась инфакт И находится Мираж У Миража Дуалы И в принципе На контактной позиции Он может попробовать Переиграть без шанса Но без шансов Ожидает стрейфы И поставить хедшот Но Хорошо Вставит Мираж В любом случае Найстрайт Для команды Пайп Элемент Но Дарккорсы Очень многим рисковали Затягивая так сильно Таймер Но риск был оправдан Так что Еще один раунд За Дарккорс Хорошо Тут Мираж залепил Уверенно И ехали Дарим Эдмайра На выходе Восьмерки Подхлешь Открывается Все вроде бы хорошо Пизы 5 Сейчас пытается Петлять и не погибнуть От его друг Выходит на широкую Эдмайр понял Что здесь у него есть подкреп Он все-таки Дожал свою цель Есть фраг Тиммейт далековато Эдмайр Слышит В упоре Слева Слева же Странно Но Мне кажется Из-за того Что тиммейт Если я так понял Инфу давали Он пропустил Или может быть Сами что-то же говорил Просто Вот опыт-то был Ее слышать-то можно было Но вот Внешние источники Какие-то помешали Услышать Это опять же Микро-моментики Но секунды и после Вам расскажу Не имею ввиду Хотя может быть И не секунды Потому что Мираж забирает сейчас Вейка Его клатч Может продолжиться Выход на без шанса Хэшка еще имеется Не попал вторую Двенадцатую Поуступил Как-то Скользнуть Но потом решил Вернуть Все-таки Так убей меня уже В общем Микро-моментики В чем Что Те кто был Какое-то время назад Когда был эфир В котором я рассказывал Что я однажды Тиммейтов замутил И насколько это Подняло игру Ну это на одну сторону Было Там 14-0 было 7-0 Мы тогда играли По правилам С ЛКВ Еще тех старых И праки Тогда игрались Вот так вот И получается Что из-за того Что флуда нету Никакого в ТС Никто тебе не мешает Играть Ты спокойно Слышишь шаги И нормально Реагируешь На это все дело Вот А тут просто Мир Ну мы-то слышали Соответственно И он Мог услышать То есть По факту Звук был Вот Но Просто вероятнее Всего Кто-то в ТС Просто что-то говорил Или может он сам Что тоже могло помешать Тимоха Играет под Тэшкой Информация по нему Кажется Что отсутствует И они просто Наугад Пытаются нашивать Но команда Dark Horse Берет очередной Медленный раунд Для себя Через мост Играет Мираж Но навряд ли Он в соло Пойдет полностью По направлению Б-планта Либо тиммейты Должны будут Подключиться Через ноль В мид И в целом Попробовать Сыграть в открытие Либо В момент Кипиша Под Альфой Пытается Зайти под Б Но мост В любом случае Он в одиночестве Проходит Реврайт продолжает Мониторить мид И кажется Что Вейк может Прийти в конечном итоге В ловушку Но не думаю Что он без повода Пойдет на столь Далекую аркаду Он уже винты прожал Послушал мид Понял то Что пока что Здесь в звуковой форме Информацию он не соберет Остался в статике Закинуты гранаты Причем очень много Хаешек по направлению Альфы И Дэнни принимает Сейчас вместе с загаром Но загар все-таки погас Ой как не вовремя Вылетает Эдмайер На перекрестный Точнее не на перекрестный А на линейку Против Дэнни Дэнни берет Две головы в ряд Ну и три в три Есть информация Что на боковой Еще играл Спарс Можно попробовать Поджать мид Но там параллельно Под Б плентом Начинаются проблемы От миража Минус 505 А Спарс сейчас Ой как хорошо Мог застрелить Да и застрелил Без шанса Почему-то тот его игнорил Ну вот здесь неприятная Игра немножко для фрага Но легкие два фрага В линейку Для Дани А дальше не вышел Ну тут я кстати вспомнил Недавно совсем Он был Раунд на песчанке Где сначала 505 Просто три головы В ряд сносят Играя за КТ Он выходит на Перестрелку против нуля И там Выбивает троих И потом раунд не затащили Хотя в начале Все было Идеально Грубо говоря То есть Ну а что казалось Могло пойти не так Так пошло Беда Ну что Это 1-1 По очкам Которые получают команды 7-7 Топорики На счету Который победил в ставке Сейчас Максимилиану смотрит Я пока что не смотрю Ребятам тут слоты Отдаю Секундочку Хорошо Слава писал Илюха Я обожаю красный дождь Ну Кому как Тут же вкусы Дело вкуса Я вам помню Кстати да Чост Если тут Я тоже помню Он красный любит Он любит максимально острое Все омега острое Но я не самоубийца Вон видосики в ютубе Можете посмотреть Как люди корчатся От остроты И я думаю Этим можно глазами наесться Посмотреть за боли других И хватит А самому заварит Зелененький Поехали Молния 2325 77 поставил первым Вслед за ним Пошел Мурик И там же еще Наджав 77 ставил То есть Три человека Поставили Но Самым первым Был Молния 2325 Поэтому он получает Приз Напиши мне вк И ты получишь свой У ребят Кажется могут быть вопросы Да Как раз таки Те кто тоже поставил 77 я же поставил Но вы были не первыми Ребят Правила гласят Что Самый Первый Кто Поставил Правильный счет Тот и получает Код Все дальше Кто дублировали Нет Это не идет В зачет Бадам Но Зато О чем Ну Не смогли вставки Вот сейчас Давай-ка мы Породом ребяточек Копировать Ставить Это вы уже поняли Да О чем я Вот Действительно Вставить Показать Все Не отчаивайтесь Те кто Ставил Не смог У вас есть Возможность Нам не жалко Забирать Только вот Опять же Видите Ну Чисто Из доброты Душевной Знаете Забирайте Ну а Когда вы там Просите Требуйте И Чего хуже То Не хочется Выдавать В эти Моментики Вам Истину Глаголишь Да Истину Глаголишь Истинное сотрудничество Наше с вами Вот Начало миссии Ну что Первая карта В ничью На 7-7 Вторая карта Решает все Раскинуты гранаты И команда Пайф Элемент С толпой Заходит сейчас Под БК Я так понимаю Даркхорсы Пытались Подыграть Зайти в аркаду На ближнюю На дальнюю Но их зазонили Хаешками И парни были вынуждены Отойти немного назад Дэнни неприятно На гранату Наступает 6% здоровья Остается Поэтому здесь Ему в агрессии Уже навряд ли Поработать удастся Зато идет аркада В центральной КП И здесь Эдмайер опять же Оказался молодцом Есть минус И закрывает Вейка В первом тайминге Загар не то чтобы Не смог разменяться Соперник был В слепой зоне Для него Но то что Даркхорсы Начинают этот раунд С опена для себя И при этом Без потери по игрокам И по хп Определенно их радует 4 в 5 Даня без хп Может играть Лишь только поедин На саппорте Ну куда пойдут вообще Оборона стоит уверенно Там реврайт Смотрит карабас Остальные закрыты в бете Тут все окей В принципе у них Уверенная игра Спар здесь окно Проглядывает Ну и как раз таки Оно не разбито Причинно К тому что Хайдешки могут залетать Стиви скажи Без шанс Найс Армения бой Ну это зачеркнули Ну зачеркнули Потому что На English На English Что было написано Тут фанаты Приехали Без шанса Ну у него да Большая фанбаза Что мы видим По чатику И не раз Ну что Вроде как Близится выход И время поджимает Должны Пайперемен действовать Есть прострел Различных позиций Хэшка есть Под нубку Которая без инфы Ну то их просто бросили Мало ли там кто есть Дороговато вроде бы Выходит Но имеем что-то имеем Смоки Проход под Аплент Наверное сейчас Будет невозможным Почему? Потому что Под крепку Закрыл только что Эдмайер Который Порушил планы А эти-то два человека Должны были Добрять оборону В доме Чтобы те Ну просто Не смотрели в Альф Ну и вот у нас Майер Декарт Это мой рейс Ну собственно Просто Вот ну так К слову На секунды Да он не то чтобы Покушал Он тут скушал Абсолютно всех Абсолютно все Что было на карте И Ну не знаю Не знаю Команда 5 элементов Сейчас То ли Иссякли В прошлом Матч То ли Они просто Решили для себя Что надо будет Поиграть в подобном Плейстайле Для команды Dark Horse Но У них есть Те же самые Агрессирующие игроки У них есть Кого противопоставить Эдмайер Эдмайер сейчас Лишний раз Был доказательством Того Что Вышел Поджал Минус Нашел Отошел Поменял позицию Поджал Минус Нашел Отошел И так он делал На протяжении Всего раунда Рэпер Рэпер Именно так Но Команда 5 элементов Сейчас играет Аккуратно Чересчур аккуратно Я их просто не узнаю По сравнению С прошлым матчем Да там Джетсеты на заменах Были и так далее Может быть С одной стороны Понятно Почему парни Позволяли себе Такую активность Но против Dark Horse Не заходит Сейчас более Медленный Плейстайл Нужно показать Агрессию Нужно показать Себя есть Кому показывать Это самое главное У них есть Шикарные открывающие Но они их не используют На голову смотрят Сейчас 505 Говорят загару Чисто Пойдем ли мы С тобой в Аплэнд Дружочек Пирожочек Ну там забирает Таня Параллельно Сейчас игру Вот Эдмаря Вот сейчас Хаешка Кстати без льсты А она Не долетела А не точно И получается Ну Немножко тогда странно Просто ту швырму Можно по идее Нашить Но человека Там не убить Который Если хорошо Придется То его не заденет Нашив А вот просто Я думал повторят Если вдруг Хаешку То она бы сейчас Отброшенная На рандом То она бы зашла Ну вот как-то Вот так вот Она вышла Неприятно Но по прежнему Ребята впереди По живым игрокам Повторение Захода в Аплэнд Смотрит ли его Кто-то Да Смотрит Мираж Смаки Раз Ага Дверь засмаковали А дальше прохода нет Но не попал Мираж здесь При большой беде Для него Потому что Даня Живым добрался До плента Но далее Поставить он уже Не смог Хаешка ровно Овплэн Даня взрывается При своем холсбаре Время еще раз уходит Остался последним Тимоха Времени как раз таки А вейк вроде бы И успевает Есть Тимоха сближается Чуть ближе И еще Тимоха закрывает И на деф Сразу же И все Ему не помешает Без шанс А Тимоха Сам себя сбил Ну а теперь уже Да Теперь уже Помешает Определенно А до этого Мог разминировать Бомбу Без особых проблем Но без шанса 9% здоровья И Тимоха Пустался Додавить Но все таки Без шанс Спасает раунд Ну буквально Один момент Один мув Может быть Тиммейты подсказали Что-то выкрикнули Может быть Сам себя сбил С толку Что-то услышал Перепаниковал Но раунд Был определенно Потерян И тут же Спасен Минус от 505 Закрывает Спарсы И аркада под БК На данный момент Успешна Идет перемещение В центральное кафе Они также Выжидают Какие-то ответные действия Со стороны Дарккорсов И Тимоха идет На поджим В лонг Но при этом У него нет Прикрывающего игрока Который был С двойки Или с тройки Б сыграл на подмогу Но Тимоху Это не смущает Смог В принципе На дальнюю под БК Открытие в ближнюю Есть минус И отход Причем безнаказанно Минус от реврайта И далее Перемещение Куда В аплэн Реврайт Находит еще один минус Он в принципе Спокойно отстаивает Сейчас позиция Альфа Тимоха Даблкил Находит реврайт Даблкил Загар 1 Против четверых И куда Он в коробе Пока что не понимает Что происходит Где ему принимать соперника Вроде как слышит Эдмайера Который закидывает Хаешку Но Эдмайер С гранатой Угадал Заметил соперника И добил 2-1 2-1 Для атаки Какие моментики Ну получается Вроде бы как Проходить Аплэн Вроде бы как Потому что На особо раунду Автомат Не Начерпали Так скажем Но факт прохода Имеется Но с другой стороны Опа Вейк Ну Такой Сейчас Сейчас так забавно было Если бы мемы Можно было вот так Легко воспроизводить Хотя можно В 21 веке Живем Вот у него просто У Вейка Ошибка 404 Так загрузился И Вот этот звук Ребята Знаете Когда там Связь потеряна Или что-то такое В общем Вот Это загрузка И он такой Как лучше забрать Чтобы соперника Не испугнуть Но время прошло И На него вышли И забрали А тот легкий фраг Не получен Ну и Также Есть большой беды Снова же Для 5-3 То что они погибают Один с другим Уже вдвоем Астара Из загара И 505 Загар выход Соло на Зигу 505 Тоже здесь Один Долго не проживет Ну здесь боль Прям неприятно Чувствуешь Изи фраг Все Мое Забираю Нет Не вышло Там 505 Уже окружили Поджали Центральное кафе Поджали позиции Т спавна Но 505 Пытается сражаться Закрывает одного При этом Тимоха Выходит на добивание Раунд За командой Dark Horse Мы выбываем С вами в лобби 3-1 Счет на табло Явно неприятный Для команды Five Elements Плюсом Ко всему У них есть еще И краш Так что Могут посидеть И поговорить Я просто на обсуждение Могу здесь вынести Как раз таки Ребята Вот ситуация Давайте разберем Он стоит на банане Человек Которого он видит Заказ И находится Немножко там Ну Честно Быть Не так много и видно Поэтому Его выбор Он почему задумался Мне кажется Он думал Взять РБ Попробовать убить его Но взяв РБ Он явно не сваншотит Но мне кажется Это невозможно Потому что там окно Прежде всего И ты видишь Какую-то пятую точку Чуть-чуть выше Этих Лопаток Под лопатками Чуть-чуть короче Чуть выше пятой точки Вот И что в этой ситуации Улучшить С чего бы вы отыграли Или все-таки Попытались С дуалов попасть Или брали бы РБ И попытались Ну да Не сваншотить первый Ну а там Затырдыкать Или как это Никнейм человека Просто был Б Та-та-та-та Нет Другой там был Тыр-тыр Короче Типа На язык В общем Вот так вот попробовать Вы хотели бы Или бы все-таки С дуалов бы зажали И делали бы Ра-та-та-та-та Вот в этом случае Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр Или Ра-та-та-та-та Высокоинтеллектуальное Общение Если что Ну не знаю Я бы А я бы не играл С дуалами Я бы был бы с кемпой Я бы стрельнул И убил И так же бы Не сваншотил Через окно Может быть Вероятно даже Если было бы М200 Я бы просто сгорел Тем более Что человек Сидит Ты его изи Можешь убить По идее Но не убиваешь Сложная тема Здесь В принципе Кажется Что на Решение Для каждого Игрока По-своему На что надеялся Как думал То есть Мы видим это Со стороны Вот так А у него В голове Это складывалось Совершенно по-другому Как он хотел На что надеялся И так далее И тому подобное Поэтому Не знаю Не знаю Но опять же Может быть Попал бы Потом выхватил Дуал И добил бы Как ты как раз таки Предполагал Такое На этот вопрос Больше нам Ответит Вейкиш Как он видел Эту ситуацию Что он хотел Сделать здесь Но пока Перезаход немного Затягивается Только это говорю Загар сразу же Возвращается в игру Со счета 3-1 Будут продолжать Может быть Это своего рода Длительная пауза Сыграет против Команды Dark Horse Мы с вами частенько Видим Когда идет выход В лобби Посидели Подождали Подумали И после перезахода Начинаются Какие-то Сложные раунды Для фаворита На карте Ну и сейчас Как раз таки Посмотрим Здесь Вейкиш До последнего Не может определиться Со слотом Но вроде как Уселся Все нормально Поехали Поехали И Смотрим сверху Что же Предложат ребята ИС-5 ЕС ему сопернику Этмар Закидывает Хэшку Это на четверку Но там На ней Никто Не взорвется И никто Не встречает Лонг Только Мираж Играет Сплант И все вроде бы Как-то так Кстати Так бегали Реврайт Реврайт Спарс Мне показалось Они ставили Сишки И уходили Но нет Ни у кого Сишек Нет Они попытались Просто встретить Альфу Так как Никого не было Сместились И закрыли Б Что делали Ранее Что является Наверное Игдефолтом С одной стороны Смол Под ЦК Под выход Под окно Если прям Вообще Супер точно Говорить Сближается Реврайт Тут пока Ребята Играют Аккуратно Мираж Находит Фраг Подания Тимоха Продолжает Закрывать Загара И вот Они Проблем Для Файфермент Снова Идут У них Получается Что Не находят Они фраги Как им Проходить В позиции Когда фрагов Нет Они просто Один с другим Бадают Сейчас 505 На самом деле Хорошую позицию Для себя Получил Из нее Он играет Против Миража Выстоял Реврайт Тоже Перестрелка На Зиге Но тут уже Спарс Смоки Вместе С Эдмайером Ак Жекич Убивца Тоже Ой-ой-ой Но как раз Таки Эдмайер Вылетает Находит Минус 505 Бразмен И Эдмайер Даплкил Берет Для своей Команды И берет Очередной Раунд Копилку 4-1 Загорается Счет На табло Атака Определенно Не клеится У команды Файф Элемент На данный Момент Не знаю Не хватает Исполнения Не хватает Динамики Раскида Гранат Чего Не хватает Всего В совокупности Да навряд ли Но в целом Исполнение Опять же Начинает Страдать Мне кажется Парни Засыпают Потихоньку Даже я Периодически Уже начинаю Так Окей Тот же самый Раунд Те же самые Позиции Две минуты И после этого Можно в принципе Смотреть Что будет Происходить Вот У них подход Такой Для команды Dark Horse Конкретно Или Что то есть Внешнее Что влияет На их стиль игры Не знаю Надо будет Ребятам Потом написать Спросить Почему они Конкретно Так решили Поиграть Но У меня уже Складывается В целом Впечатление Что они Где то Опасаются Где то Лишний раз Не открываются А Dark Horse Себе позволяют В принципе Поджимы Соло плей Какие то И так далее Вот например Тимоха Он не то чтобы Подаркадил Короб Но он зашел В более опасную Позицию Где тиммейты Ему не помогут Но он играл Просто на соло На себя И он нашел Дабл Минус от Миража Минус от Эдмайра Парни опять же Выступают на контакты И находят свои фраги 505 остается Один против четверых Он на ланге Информация прямой есть Да он нашел Один размен Но его уже Окружили Пройти теперь Через пары Будет супер сложно Там находился Реврайт Вместе с Миражом Плюс он еще и На шарте Отыгрывал спарс Да и если что 505 Тимоха Бы зашел в спину Так что это 5-1 первой половины И атака Определенно провалилась Сейчас для 5-элеменс Надо будет заходить На трансляцию Смотреть реплей И определяться Что было не так Ну и теперь На карте Деловой центр За смену сторон В обороне Задача команды 5-элеменс Выстоять не хуже Своего соперника 5-0 это в идеале Ну или 5-1 Опять же сыграть В ничью Ну это какие-то Идеальные для Ребят Моментики Что будет конечно Не просто сделать Агент Зверь Пишет в чатике Да ладно Поим бланк Чужой И смайлик Соответствующий Что он в шоке Где Все еще А сейчас Какие цитаты Вот сейчас Может кто-то поправит Меня Вечно А подожди Всегда И потом отвечает Вечно Ну то есть добавляет Ну типа Как долго ты меня любишь Или что-то такое Вот эта тема You know Не помнишь Ты вроде бы Такой тоже говорил Что-то было Дело Или где-то Я не понимаю О чем ты Может быть говорил Но видимо Ты как-то говоришь Так что я не понимаю Ну я додумаю Потом Додумаю Вспомню Как оно Наверняка Чатик в это время Уже напишет И в общем Вот Да Во Все еще Любишь Пока начал говорить И забыл моментально Господи Память моя 25 лет А во 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 Сейчас точно После вопроса Любишь Всегда Вот отвечает Вот Вот И то же самое Про ПБ Ну Как-то так Можно отнести Все Я справился Галочку поставил Молодец Можно За УПП Ну что Let's go Я думал Ты когда будешь Говорить Во 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 Вспомнил Второй раз Я думал Сейчас опять забудет Просто Говори ты быстрее Зачем Это сейчас Подводочки Мало ли кто-то там Забывает Подводишь человека Вот А я помните Говорил То что было Секунду назад В принципе Ну да Просто бац И нет Илюшка Илюшка Даркхорсы тоже Выбирают Медленный стиль игры Против своего соперника На данный момент Агрессию не проявляют Ну может быть В обороне Чувствовали Что могут себе Это позволить Сейчас в атаке Нет такого ощущения Но Может быть То же самое У команды 5 элементов Что они Не верили в то Что могут сыграть Более агрессивно Ну хотя бы Попробовать Ну разочек Один раунд Проверить Было бы неплохо Но Даркхорсы Подходят теперь Подаплент Подходят Под центральное кафе БК в целом Забрасывают для себя Мираж опять же Будет отыгрывать Роль закрывающего Мы видели с вами Подобный плейстайл В исполнении команды Даркхорсы Знаем почему Мираж отыгрывает На квадрате У него хаешка Которая предназначена По направлению дома Ну и будет ли выход Все таки Подальку Раскидываются Первые гранаты Подальку Под пятерку Где играет сейчас 505 И эти хаешки Могут сыграть Очень слуя шут Там вейк Получает очень много урона Еще одни смоки Еще одни осколочные Но 505 Стоит до последнего И Дэнни помогает Закрывает еще и Тимоху В ответ 505 Отстоял сейчас Альфу Спарс передумал В принципе Играть в этом направлении Мираж уже пошел На перемещение На подмогу К тиммейту Но Дэнни подрезал его Как раз таки В районе банана И для Дэнни Это трипл килл Минус Сейчас большой Для Спарса То что он один в три Как бы это очевидно Не звучало И он пытается Открыться в четверку Где Дэнни берет Опять же Момент Где позволили Сыграть поджим Дэнни Может быть даже Не позволили Может быть он сам Решился Просто в момент Когда полетели Раскиды на пятерку Появилась информация Что это А Но нет точной информации Сколько И где они Куда они И почему они Но Дэнни рискнул И его риск был оправдан И он собрал Квадрокилл для команды Большой молодец Первый раунд Для команды 5 элементов Ну и теперь посмотрим Что покажут дальше Дарккор Смотрим Эдмайер На карабасе Отпыгрывал Вышел Немножко на банан Посмотреть на который Поджимал И любит повторять Загар И получен фраг 4 в 5 Вариантов массы Куда они могут Вообще пойти На самом деле Могут С компоновацией Пойти Под Б Под А С плитами Фейками Вариантов массы Но здесь Без шансов Встретил Адмайера Есть фраг Он наступит И здесь Все ок Потому что С его Игра Да И здесь Ребятами ТС явно Была озвучена Закрываем В Ну Ту Эту Альфу Во Спасибо Котяня В чатике После стольких лет Всегда Молодец Вот как с языка Снял Вот Вот Я знал Что это в чатике Будет Вот Я про что Таким зверь Писал Комендатор Собери с мыслями Да вот оно Было близко Знаешь Когда Вот когда Тебе человек Говорит Ну Скажи 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 Вот Котяня Красава Тадам Хаешечки Уже по направлению Б плента Полетели Я думал Даркорсы Попытаются сыграть Под этот раскид Гранат Но они потратили Три осколочных Плюсом смоки Просто для того Чтобы потратить Три осколочных Плюс смоки Может быть Это байт Своего рода На то Чтобы команда Five Elements Сейчас были Более внимательны Под направлением Б плента И не смещались На оборону А плента Но кажется Что этот байт Не зашел Переход под альфу Вейк играет На приеме Закрывает реврайты И пытается разобраться Еще со спарсом Ему это также удается И даблкил В его исполнении Тимоха Хэдшот на 505 Это уже 3 в 2 Мираж Плюс Тимоха Пытаются сообразить Сейчас как им Открывать Условный Б плент У них нет времени Для того Чтобы фейковать Просто проходят На ноге Под бомбсайт И попытаются поставить Бешанс навряд ли Будет мешаться Но Тимоха Пошел его искать И Бешанс Мог застрелить В спину Но главное Правило Друзья Убить в спину Максимально сложно Минус от Бешанса Закрывает Миража И Дэнни вовремя Подоспел на подмогу Закрывает Тимоху И раунд для команды Файф Элеменс Все-таки Сохранен Ну и удерживаются На позициях На самом деле И тот момент Где с хорошим исходом Для себя Файф Элеменс Могут выиграть катку Еще сохраняется Смоки Ладят Блик сейчас Под цк Снова проставлен Бесу пятым Это снова Под кассу Где-то там Ну да Есть Одна как минимум А ну и вот вторая Ее так тяжело было заметить На самом деле Так ну Летаешь Летаешь Смотришь Даже так тяжело выйдет Но они кажется Просто мало урона Будут наносить Как и те Которые он уже Тоже взрывал Реврайт Тимоха Реврайт Тимоха Все молодцы Получается Просто расстреляли Все Весел Открылись Убили Раунд Себе Закрыли Двойное преимущество Начало миссии Реврайт Сразу же По перемещению Аплента работает Заракидываются Хаешки В первую очередь Тимоха Вместе с Эдмайром Уже направляется Открылся Разменялся Разменялся Но этого Недостаточно 505 Может найти Минус Еще и По Тимохе Так оно и есть Это Трипл килл Для Андрея Калугина И перемещение Теперь уже Через дом В Эдмайр Но здесь же Играет Бесшанс Но у Бесшанса Не было абсолютно Никакой информации По Эдмайру Эдмайр пошел Косить и собирать Урожай Есть дабл килл В исполнении Эдмайра Дэнни выживает По даблентам Закрывает там Миража И есть информация Где играет Эдмайр Эдмайр фуловый Вейк на перемещении Уже через Центральное кафе Может быть Где-то в шарте Он видел Своего соперника Но у Эдмайра Навряд ли Есть об этом информация Остались ли Осколочные гранаты Вот в чем вопрос Да Эти конечно Есть И под Вейка Она полетела От Вейка Она полетела В пользу Эдмайра Ну и Эдмайр Открывается В невыгодную позицию Для себя Получает по голове И команда Пайп Элемент Спасает очередной раунд Тут суровые реалии Для агента зверя Писал о том Что никогда бы не подумала Что старушку поим бланк Да еще и соревновательный коллаб Какой-то команд Будет интересно Стак смотреть Будто бы На-на-на-на Смотрю С В общем с интересом Вот Он душой тут сидит Говорит-говорит Бац Модр его сообщение Выключает Но приятно Приятно Что Ты испытываешь такие эмоции Что тебе интересно смотреть Может быть частично В этом Наша какая-то работа есть Но и с другой стороны Мне предполагается Что Это просто ностальгия В тебе Во многом Такие чувства производят Раунд В котором Даня играет На поджиме Заработал фраг На торшить И тиммейт мешал Еще и хаешки залетают Ай-я-яй И 3 в 4 Выход в упор Без шанг 12-й поезд залетел Ай-яй От него На ему пользы Не принесла Но к слову Для команды Здесь все очень хорошо Потому что 4 в 1 Мираж пятится назад Его без шанса Остановил Говорит Ваш документик Пожалуйста Ну и 6 в 4 Все близится Что касается Что касается команды 5 элементов Здесь в принципе Все по дефолту Но они не отдают Укрепление под Б плент Они не пытаются Разыгрывать закрытую Для себя И просто играют На прием Под Б сайдом Да и в принципе На сбор информации Открытие от Вейка Было под центральное кафе Где Тимоха Его все-таки С РБ перестрелял И Дэнни кажется Идет на размен Откинут смок Дэнни открывается На перестрелку Но получает Очень много урона 11% осталось И реврайт Пытается выйти через коров Откинут смок И второй смок Немного не долетел По пятерке Так что заходить Под Аплент сложно Но возможно Загар открывается Первым Эдмайер находит Минус 505 И на гранате Подрывает Спарса Но размен от Эдмайера Опять не заставил Себя долго ждать Бешанс Хэдшот на реврайта Аплент вроде как Открыт Но с другой стороны Под домом Есть соперник Который мешает Закинуты хаешки Бешанс вовремя Отправил хае По направлению альфы Погибает Эдмайер И два в два ситуация Повторюсь то что Дэнни битый Но Дэнни неудачно Открылся по началу Раунда в центральной кафе Где Тимоха Его изрядно потрепал Стоит ли продолжать Теперь играть под Аплент Да в принципе да Навряд ли здесь Есть смысл Тратить время На то чтобы смещаться Под Б И еще пытаться Там как-то Выбивать соперника Откинут смок Под этот смок Смещение Остались ли осколочные Но на это остается Только гадать Команде Даркхорс Но с другой стороны Не должно быть Но нет Не должно Я не угадал Минус есть Там Тимоха Убегал от гранаты И Дэнни его накрыл Остается один мираж Времени у него Очень мало Без шанс уже пошел окружать Заходит через банан Ну а Дэнни мониторит В целом ситуацию К Даблентом Да Там пытался мираж На стрейфах Еще прочекать Не получилось А Дэнни хэдшот И это опять ничья По картам Вот 6-6 Ну и все таки Наверное благоприятное Все таки Ну по крайней мере да В отношении того Что могло быть и хуже Могли вообще отдать карту Мне где-то пока говорил Сначала раунд пропустил Но потом Перед концом Этого раунда Понял Да Вот еще раунд был Для 5 элементов И сейчас да 6-6 Ребята Тогда были топорики А именно 7-7 А теперь 6-6 Ну Латничковая игра Которая заслуживает Опять же Внимание Обсуждение Разбора Со стороны команд И Работа над ошибками В этот раз Такой ставки не было Ребята предполагали На 7-7 8-8 Но Никак на 6-6 Было 6-0 Еще предположение Все близко Но в то же время Мимо ребят Отправляю вам сейчас Кодик в чат На 50 активаций Кто успел Забрал Пополнил свой инвентарь Пошел крушить соперников Ну а на сегодня Мы с вами будем Прощаться И услышимся Уже завтра Расписание Присутствует в группе ПБС Порта Но на всякий случай Напомним В будние дни Мы с Льей здесь Появляемся В 19.00 Московского времени В выходные дни С 18.00 Московского времени Завтра у нас С вами суббота В соответствии В 18.00 Будем ждать всех В эфире Три матча Легендарного дивизиона Которые также Должны будут подарить Максимально Жаркий Пойнт Бланк На сегодня все Всем большое спасибо Всем пока До завтра ребят Редактор субтитров А.Семкин